Проводим совершенно безумный эксперимент. Пригласили ветерана ПК Баттлфилда и посадили его за Xbox 360, чтобы показать ему две части Баттлфилда, которые никогда не появятся на свет. Это Battlefield Bad Company 1 и Battlefield 1943. И первая тема разговора у нас будет Battlefield 1943. Мы выслушаем сейчас мнение старого полковника Баттлфилда. Он нам расскажет о всех впечатлениях, которые вызвала эта маленькая скромная игра за 15 долларов, которая распространяется в Xbox Live. Следующий Battlefield, который я играл, это был Bad Company 2 Вьетнам. И когда я запустил 1943, ну, все, что я увидел, оказалось мне настолько знакомым, но немножко в других красках. И первое, что бросилось в глаза, вот прям взяло и бросилось, это простота. Потому что чем вот Battlefield Bad Company 2 сильно отличается? Это тем, что ты смотришь, и там как-то все сложно, шевелится как муравейник. А вот смотришь на 1943, он такой простенький, графика яркая, веселая. Вот чем-то очень сильно напоминает вот ту часть Battlefield Heroes, где все были деревянно-мультяшные. И вот о чем стоит заметить, когда начинаешь говорить о 1943, это о дешевизне. Это дешевый проект. И удивляет его размер. Всего 500 мегабайт. Ну, на мой взгляд, для игры на Frostbite 500 мегабайт это очень мало. Ну, если, конечно, поиграть и посмотреть, что там много чего, самолеты, всякие там пушки, зенитные штуковины, всякая там такая штуковинность, там очень много штуковин, скажем так. И вот, когда я начал играть, захожу на сервер, проходит 5 минут, все, раунд кончился. Мое состояние, вот какое должно быть. Ну, естественно, у меня передоз информации, потому что первое, чего я не был, почему так быстро? Я играл за японцев. И японцы меня чем поразили? Ну, вообще, я, как экспериментатор, люблю экспериментировать всегда за реконов, снайперов, потому что у этих людей есть подзорная труба на винтовке. Ты берешь, нажимаешь правую кнопку мыши или вот левый стик, или как его там, да, shift. И прицеливаешься, там везде все это дело смотришь. И я такой смотрю, думаю, ну, пойду туда. Ну, и как бы, вот чем я любил второй Battlefield, это тем, что там был нож. И когда в 19.43 я нажал на кнопку ударить ножом, этот сраный ебошка взял и достал катану. Ребят, мои впечатления какие? Впечатлений не было, я застыл молча с гримасой на лице, а у меня штаны промокли, понимаете? Это было настолько впечатлительно, впечатления захлынули, и вот вот и быстрота матча, и все остальное уже осталось позади, вот именно в тот момент, когда когда вот все вот это вот пошло, очень порадовала штука под названием авиарейд, это когда ты идешь-идешь по карте, находишь такое круглое помещение, вроде как туалет там какой-то, или что-то такое, а заходишь туда, и тут бац, показывает тебе, летят такие три стопоря самолетов маленьких, летят-летят, да, они бомбардировщики, и вот летят они, летят, а ты можешь либо вправо, либо влево их направлять, там как хочешь, и можешь на кнопочку такую специально нажимать, там тебе показывается такой круг, как в унитазе, ты в него смотришь, и вот он летит, и ты так смотришь, смотришь, и вот когда пролетаешь над врагами, скорее давай нажимать кнопку, и этот самолет бум, этими бомбами вниз, и бум, 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 и вот на что хочу обратить внимание, вот, наверное, все заметили, что в Bad Company 2 у взрывов недостаточность, то есть взрыв физический факт имеет, а вот декоративный, то есть вот эти вот всякие декорации взрыва с огнем и всего вот этого, их не достает, так вот когда вот эти маленькие бомбардировщики выкидывают свои маленькие бомбочки, эти маленькие бомбочки делают такие большие взрывы, что они ближе к атомным и совсем, совсем, совсем отличаются от взрывов С-4 и всего остального, и вот когда вот я играю во Вьетнам, Мне не хватает того, чтобы там был бомбардировщик, который бы взял и выкинул напалом на сраных китайоз или на вьетнамцев. А вот тут напалом и нет, но у меня передоз от этого взрыва, который льет этот бомбардировщик. И вот просто, просто шикарно. И Frostbite версии 1.0 все-таки, на мой взгляд, более чем справляется с задачей, чем полторашка во второй Bad Company. И ямы там, ну вообще, ну просто шикарные. Образуют кратеры, как на луне, и в итоге вот... Но еще вот такое впечатление сложилось об игре, что эта игра все-таки какая-то островная. Там Pearl Harbor, все дела, я понимаю, что у американцев с епошками было тогда, но все-таки вот островная игра. И вот этим, да, вот больше всего, конечно, запомнилась карта Wake Island, как они ее переработали. И хочется вот что-то такое видеть в третьем Battlefield. Они же сказали, что там будет Wake Island еще и в предзаказе. Ну и в итоге, мое мнение, о этой игре таково, что... Мало, конечно, мало. Надо больше делать, надо еще туда доливать фракции. Но для игры такой, какая она есть сейчас, эта игра довольно-таки хороша, и всем в нее советую поиграть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!